ДАБРИ ШУТИНГ Лидеры общественных мнений, персонажи, к которым давно стоит относиться серьезно. Блоги заменили телевизоры для большой части прогрессивного человечества. Те, кто не смотрит Ящик, наверняка имеют пару-тройку подписок на YouTube, Рутуб или Телеграм-каналы известных авторов. Не хочу сказать, что создатели популярного контента сплошь и рядом транслируют свои идеи, но купить их мнение хотя бы на некоторое время реально. Часть из них заявляет об этом, публично рассказывая истории, как их пыталось использовать государство в своих целях, выборы и прочая актуальная повестка. Другие интернет-люди молча отрабатывают свой гонорар, время от времени подозрительно резко задавая вектор определенного общественного мнения. Под часами разберешься, с чего это человечек-миллионник вдруг начал горячо убеждать своих подписчиков в чем-то. В этом году блогерская общественность, впрочем, как и вся остальная, на любые геополитические действия России реагировала столь бурно, что читать или смотреть многие авторские каналы стало невыносимо. Некоторые публичные личности выдавали одинаковые фразы, даже не пытаясь адаптировать явно проплаченное техническое задание под свою аудиторию. Совет по правам человека при президенте Российской Федерации предложил хоть как-то сдерживать блогерскую активность и алчность. Наделить союз журналистов полномочиями регулировать деятельность интернет-инфлюенсеров. СПЧ наконец-то признал блог новой формы журналистики и заявил, что профильная общественная организация должна определять права и обязанности авторов популярного контента. Смешно и грустно читать такие заявления под конец 2022 года. Они красочно иллюстрируют работу большинства общественных организаций. К сожалению, часть из этих институтов морально находится в году своего создания. А, например, Союз журналистов возник в 1918 году. Какие ценности он пронес через сотню лет? Насколько смешные скрепы прошлого актуальны сейчас? Пожалуй, читателям и зрителям все равно, они свободные пользователи и выберут тот формат, который им нравится. Будет это старейшее федеральное радио, газета с полувековой историей, относительно независимое издание или модный в этом месяце блог. Неважно. Информация найдет своего адресата. Непопулярные законодатели общественного мнения просто исчезнут. Что же касается регулирования деятельности блогеров, то тут надежда только одна – Роскомнацор. Его можно любить или ненавидеть, на то он и карающий орган. Но пусть он будет один. Общественные организации могут жаловаться и ныть иногда даже на высшем государственном уровне, но никак не регламентировать серьезную работу, от которой зависит лицо страны и настроение ее населения. Замечу, что жаловаться и ныть могут и обычные граждане. Впрочем, с этим народ отлично справляется. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на количество обращений на сайт псковского губернатора. Осужденные как условно, так и реально портят свою трудовую репутацию на всю жизнь. Исключение от бывшей срок богатые люди, ведь, как известно, деньги нивелируют любые жизненные коллизии. Кто и за что отсидел и вышел – вопрос, который волнует общественность, только если речь идет о соседе по этажу или небольшому поселку. Даже если от бывшей наказания преступник не особо афиширует свое прошлое, знающие люди смекнут, где он был эти восемь или более лет. Социальные навыки, какими бы элементарными они ни казались, имеют свойство утрачиваться, как и социальные связи. Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму предложение решить проблему возвращения сельдельцев к нормальной жизни, создать систему ресоциализации. Сами осужденные в фильмах и программах, посвященных жизни за колючей проволокой, не раз говорили о необходимости такого института. Жизненные ситуации бывают разные, а если еще вспомнить, что в наше время от суммы и от тюрьмы не зарекается, получится, что новая система автоматически принесет пользу даже самым законопослушным членам общества. Предполагается, что ресоциализация будет идти по индивидуальному плану для каждого заключенного. Радует, что Минюст и ФСИН не говорят, что смогут работать по новым правилам сразу же. Новых специалистов еще предстоит обучить, саму систему наладить, заполнить. Для начала, конечно, необходимо принятие соответствующего законопроекта. Пока же это все красивые, хоть и своевременные слова. Не факт, что они станут реальностью. Под занавес прошлого года в Пскове обсудили даже финансирование проекта вытрезвителя. А толку? Сейчас о проблеме снова говорят федералы. Ну, говорят и говорят. Бомжи и вовсе никому не сдались. Редкие общественники их подкармливают. При этом опрос в ЦИОМа показывает, что 77% россиян готовы жертвовать в пользу бездомных. Смотрю на это все и создается ощущение, что в России будто бы есть еще одна страна. Там живут доброжелательные, сердобольные жители, помогающие ближнему, сочувствующие чужой человеческой беде и живущие по человеколюбивым законам. Выхожу на улицу или в соцсети, все любят только собачек и котиков, а соседа своего готовы съесть заживо. Интересно, где в этой сложной системе обосновались диванные войска? После трех недель пребывания в Новосибирске скажу – в Пскове работать негде. Всякий у нас тупо тянет свою найденную лямку. Вы же тоже видите эти лица в общественном транспорте по утрам? Ну вот. Зато у нас в областной столице красиво, объективно. Есть чему душевно порадоваться заезжему любителю старины или почитателю провинциального колорита. Исторические приметы регионов все больше проникают в городское пространство. Памятник водной твари, напоминающий судака и солнечные часы с рыбаком – хорошо. А дизайнерские люки со снитками – еще лучше. Наконец-то в туристическом городе есть свои милые арт-объекты. И места много не занимают, и исторический облик города не портят. Удобно. Канализационные люки с рыбками – это также мило и презентабельно, как украшения с барсами на столбах. Туристу сразу ясно, куда он приехал. Если по лицам прохожих он вдруг этого не понял. Так как центр Пскова исхожен в семье, культура и туризм озаботились украшательством окраин города. Этот коммерческий ход, как мне кажется, повышает шанс увеличить пребывание гостей в властном центре. С другой стороны, стоит ли прекрасные новые муралы, написанные по картинам из собрания Псковского музея-заповедника, того, чтобы ради них задержаться во гостинице на лишнюю ночь? Вопрос риторический. Идея концептуально разукрасти очередную порцию зданий хороша лишь сама по себе, но не в сравнении с опытом других регионов. Я целенаправленно выискивала муралы и граффити в двух крупных городах – Новосибирске и Самаре. Скажу, что впечатление от подобных арт-объектов в большом урбанистическом пространстве совершенно другое. Предметы в картинной галерее или частном собрании расположены на расстоянии друг от друга, иначе как их оценить и разглядеть? Вот и любая достопримечательность должна быть сама по себе доступная для взгляда. В противном случае получается эклектика и смешение стилей. Местным псковичам, которых не удивишь обилием церквей и крестов, может на все хватает взгляда. Приезжему с той стороны Урала я не позавидую. Нереально уловить все краски Пскова в раз. Не думаю, что ради изучения местных достопримечательностей туристы толпами попрут к нам по второму и третьему кругу. Распространение муралов по городам и весь Мсковской области мне нравится больше, как идея. Все помнят Печорскую солнечную систему. Летний, свежий, стрит-арт. Надеюсь, он еще цел. Это миниатюрные граффити, которые сейчас, кажется, везде рисуют. Не все районы могут похвастаться большими арт-объектами, но есть и хорошие новости. Полноразмерные муралы совсем скоро появятся в Гдове. Авторы проекта обещают нарисовать три картины. Ради того, чтобы посмотреть на новые художества, я готова съездить в Гдов. И знаю немало людей, которые сделают то же самое. Так может, это и есть развитие внутреннего туризма, когда проекты не сконцентрированы в одной точке на карте. Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз, узнаете через неделю. Дебри Шутинг Бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай Продолжение следует...